Продолжение следует... По мнению премьера Андруса Антипа, побывавшего накануне в Нарве, уже в 2015 году нынешних очередей на границе не будет. Согласно приведенной им статистике, в 1997 году в Нарве границу пересекло чуть более полутора миллиона человек, а в нынешнем году почти три с половиной миллиона. По мнению Антипа, политические отношения Эстонии и России сейчас улучшаются и свидетельством чему стала его встреча с Дмитрием Медведевым, поездка эстонских министров в Москву. Неудивительно, что оптимистично и настроен глава МИДа Урма Спайт, который сегодня выступил на инфочасе в Регикогу. Сроки подписания договора о сухопутной и морской границе между Эстонией и Россией зависят от российской стороны. Мы сделали все, что могли. Теперь остается ожидать подписания документа президентом Российской Федерации, после чего и будет смысл договариваться о дате подписания. Что же касается возможностей прохождения границы, то сейчас целый ряд ведомств занимается этим вопросом. Создана рабочая группа в обеих странах. Рассматривается, например, возможность снижения очередей на КПП между Нарвой и Ивангородом, а также возможность контроля в поезде. Как известно, осенью начала действовать специально созданная комиссия в Министерстве экономики и коммуникации, в задачу которой входит разработка порядка паспортного контроля по ходу поезда, идущего из Талина в Москву или Петербург. Рабочая группа сформирована и в России, а первое совместное заседание состоится уже в ноябре. Как говорят, это вопрос не чисто технический, необходимо также ввести определенные изменения в законодательство обеих стран. Также взвешивается и возможность строительства пограничного моста. Но Анти, побывавший в Нарве, усомнился в скорой реализации этого проекта, поскольку для этого необходимо осушить болото в районе Риги Кюла, проложить туда дорогу, и все это слишком дорого обходится эстонской стороне. Хотя заинтересованность с обеих сторон имеется, есть некоторая надежда на получение денег из европейских фондов, но этим должно заняться Министерство финансов. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.